Новости на телеканале Север, студия Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. За минувшую нерабочую неделю в регионе зарегистрировали 97 новых случаев заболевания COVID-19, что на 22% меньше по сравнению с предыдущей рабочей неделей. 90-летний юбилей отметил Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Ивана Павловича Ваучейского. Одно из старейших образовательных учреждений округа за эти годы выпустило не одно поколение специалистов. Вспомним всех поименно. Полицейские почтили память погибших коллег. В Ненинском округе в разные годы при исполнении служебного долга погибли четверо милиционеров. За минувшую нерабочую неделю в регионе зарегистрировали 97 новых случаев заболевания COVID-19. Для сравнения, за предыдущую рабочую неделю в октябре было зарегистрировано 123 случаев заражения. Снижение недельного уровня составило 22%. Однако количество пациентов, одновременно получающих лечение, заметно выросло. В настоящее время лечение в Ненинском округе от коронавирусной инфекции получают 279 человек. Из них 68 лечатся в стационаре, 211 на дому амбулаторно. Среди вновь заболевших в течение последней недели большинство жителей Нарьинмара. В географической статистике ковида также отражены случаи заболевания в Оксино, Красном, Тельвиске, Пешах, Ангуре и Шойне. Среди привозных случаев значатся Санкт-Петербург, Москва, Алтай, Египет. В региональном управлении Роспотребнадзора на контроле состоят около 1200 человек. В округе по-прежнему действует режим ограничительных мер. 8 ноября отмечают День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Тему продолжит Катрина Тайбарей. В День памяти сотрудники полиции пришли навестить Нарьинмаре мать погибшего в Подмосковье милиционера Евгения Ивлева. Со дня его гибели прошло уже 19 лет, но память о нем жива и будет жить. Он служил в Чечне. Я думала, тогда очень переживала, но он пришел жив-здоров. Потом после Чечни он сразу поступил в милицию. 26-летний милиционер погиб при исполнении «Спасая жизнь человека» – матери двоих детей. Сам он не выжил. Погиб молодой. Да, у него ни семьи, ничего не было еще. Ну, как бы еще не женился, ничего. Поэтому, я думаю, так Господь Бог это, ну, и распорядился. Коллеги в Нейнском округе не забывают родственников погибшего. А в Подмосковной Дубне – самого героя. Там тоже ребята его каждый раз вспоминают, на гладбище ходят. Там вот он похоронен у нас. Все время цветы лежат. Ежегодно в этот день, 8 ноября, во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия. Церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, которые отдали жизнь в борьбе с криминалом и терроризмом. Стражи порядка Наринмара в этот день возложили цветы на могилы погибших. Всего в Нейнском округе 4 сотрудника, для которых исполнение обязанностей стоило жизней. В этот день мы вспоминаем всех сотрудников, которые, выполнив свой служебный долг до конца, отдали самое ценное, что есть – свою жизнь, защищая наши граждане. В нашем округе есть свои герои и своя доска памяти. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь риску. Не обходится и без боевых потерь. Так еще совсем молодого милиционера Анатолия Чупрова зарубил топором опасный преступник. Трагедия произошла в Усть-Каре в 1967 году. 16 апреля 1992 года старший инспектор дежурной УВД округа Валерий Матросов возвращался пешком в дежурную часть после проверки нарядов. На улице Смедовича предпринял попытку пресечения правонарушения. Однако нарушитель оказал злостное сопротивление. Завладел его табельным оружием и произвел выстрел, причинив ему смертельное огнестрельное ранение. 25 марта 1995 года домой к старшему участковому инспектору милиции УВД Мирославу Хрынинскому, находившемуся на обслуживаемом участке в поселке Великовисочное, пришел преступник и выстрелами из охотничьего ружья убил его. 28 сентября 2005 года участковый и уполномоченный милиции Николай Коткин в селе Несь предпринял попытку пресечения правонарушения, погиб, вступив в неравное противоборство с группой преступников. Традиционно 8 ноября уже на протяжении многих лет мы вспоминаем этот день имена тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, и в нашем регионе, пусть в спокойном регионе, есть 4 сотрудника, которые погибли при исполнении обязанностей. Эта дата установлена приказом ОВД России от 17 марта 2017 года номер 135. Профессия сотрудника полиции – одна из самых опасных в современном мире. Телеканал «Север» благодарит всех работников оперативных служб за их самоотверженную службу и готовность всегда прийти на помощь. Катрина Тайборей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ненецкий округ традиционно присоединился к международной акции «Большой этнографический диктант». Он стартовал в онлайн-формате накануне Дня Единства в России. «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в нашей стране, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности россиян. И по всей стране в один часов начинается этот диктант. Глава региона Юрий Бездудный дает старт «Большому этнографическому диктанту» в столице Ненецкого автономного округа. Диктант включает в себя 30 тестовых заданий. 20 вопросов – это общефедеральная часть. Она единая для всех участников проекта в России. И еще 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. На площадке в Ненецком краеведческом музее диктант вместе с главой региона пишут заместитель губернатора по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Юрий Хатанзейский. «Чем лучше мы будем узнать свою историю, тем легче нам будет строить свое будущее». На прохождение диктанта по условиям отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий равняется 100. Представитель Коми народа и председатель регионального общественного движения из ВАТОСЯС Ольга Кацюбанская отметила, что участие в акции – это не только проверка знаний, но и просветительская миссия. «Я думаю, диктант этот поможет нам все-таки обратиться к корням, к истории и традиционной культуре, и сохранению языков, и интересоваться, конечно, культурой и других народов. Чтобы нам это писать диктанты, кстати, это очень-очень интересно». Участникам Большого этнографического диктанта могли стать все желающие. Акция проходила с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на официальном сайте диктанта. «Этот диктант пишут люди разных возрастов. Его основная цель – не проверить наши знания, школьные или институтские, а привлечь внимание широкой общественности к межнациональным вопросам, к вопросам мира и согласия». Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Республики Удмуртия в Ненецком округе Департамент внутренней политики. Ольга Русул, Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 90-летний юбилей отмечает Нарьинмарский социально-гуманитарный колледж имени Ивана Павловича Ваучейского. Одно из старейших образовательных учреждений округа за эти годы выпустило не одно поколение специалистов. О тех, кому колледж дал старт в профессию, расскажет Василий Хатанзейский. Степан Чуклин – специалист отдела информационных технологий. Он окончил колледж в 2019 году по специальности программист-техник. Сегодня в образовательном учреждении студенты обучаются по 14 специальностям. Одна из самых востребованных – профиль информационных технологий. Изначально я закончил школу в 9 класс, решил идти в 11, но по стечению обстоятельств друзьям позвали идти в педколледж на программиста. Я сначала отнесся к этому скептически, но все-таки пошел, в итоге закончил. Решение обучаться в колледже было скорее спонтанным, но молодой специалист ни капли не жалет о своем решении. Сейчас Степан работает программистом в Центре развития образования и строит на будущее большие планы. Я закончил обучение, и это дало старт моей карьере, и в дальнейшем, я думаю, я буду повышать уровень квалификации по своему профилю. За 90 лет колледж подготовил большое количество профессиональных кадров. Илья Ваучейский окончил колледж в 2017 году. За 4 года обучения Илья понял, что идет в правильном направлении. Я прям не скажу, что я совсем отличник, но по аттестату, по диплому, который я получил, по техническим предметам, которые основные, по ним были четверки-пятерки. А русский и математика, я думаю, опустим. И поэтому я решил пойти связать жизнь с чем-то связанным с компьютерной, электроникой и так далее. Готовят будущие кадры профессионалов высоко квалифицированные преподаватели. Выпускники колледжа их не забывают. У каждого преподавателя свой подход. Каждый преподаватель по-своему какой-то особенный. Давали определенные знания, всегда входили в положение. Не знаю, преподавательский состав очень нравился на протяжении всех 4 лет. От профессий технических до педагогических. Еще одна востребованная профессия – это педагог. Социально-гуманитарный колледж – единственное учебное заведение в округе, где готовят молодых учителей и воспитателей. Это когда-то экономика, поэтому мы немножечко затратили именно финансовую грамотность. Виктория Кузьмина окончила колледж в прошлом учебном году. Обучаясь на финансиста, Виктория задумалась о педагогической деятельности. Недолго думая, после окончания обучения Виктория решила вернуться в родные стены колледжа и начала свою педагогическую карьеру. Ну, так как я училась на финансиста, я преподаю экономические дисциплины, основу финансовой грамотности, экономику отрасли, основу менеджмента. Нравится, конечно же, преподавать. Я очень давно этого хотела. И вот моя мечта осуществилась в подколледже. Несмотря на совсем маленький опыт в педагогике, Виктория ищет свои подходы для взаимодействия со студентами. А помогают ей в этом коллеги, которые выпустили не одно поколение молодых специалистов. Коллектив замечательный. Изначально, когда я была студенткой, они очень хорошо ко мне относились. Сейчас, когда я их коллега, они относятся ко мне с пониманием. У меня есть замечательные наставники. Чернятия Ольга Николаевна, Надежда Владиславовна, Павличук. Они находятся со мной в одном ПЦК, и мы сотрудничаем. И они мне помогают. Сейчас самый главный результат в работе молодого преподавателя – это хорошие успехи студентов. Так как мы с ней, грубо говоря, на одной волне, материал усваивается достаточно очень легко. Её пары проходят очень продуктивно, и нам очень всего очень не нравится. Несмотря на свой серьёзный возраст, колледж идёт в ногу со временем. Модернизируется материально-техническая и образовательная база учреждения. Открывается набор на новые специальности, а студенты, как и полагается, живут насыщенной и весёлой студенческой жизнью. Василий Хатанзельский, Антон Водряков, Вадим Стасёк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Вкусная, чистая и честная еда – философия Международной общественной организации «Слоуфуд». Она ориентирована на сохранение местных кулинарных традиций. Чем занимаются участники глобального экологического движения и как стать одним из них, расскажем в следующем сюжете. «Свежая, а для вас какая вкусная?» «Полезная». «Натуральная». «Слоуфуд» или по-русски «Медленная еда» – это экологическое движение за сохранение традиционных знаний коренных народов. Философия компании основана на вкусной, чистой и честной пище. Екатерина Королёва, вице-президент организации «Слоуфуд» в России, уверена, благодаря этому движению можно и нужно сохранять традиции предков для будущих поколений. Она приехала в Наринмар, Сахалина в гости, но, пользуясь случаем, рассказала жителям Заполярья об этом международном проекте. «На мой взгляд, это замечательное движение, и раз в этом движении более миллиона единомышленников сегодня, и если из 86 стран мира этот проект поддерживают коренные народы мира, в том числе и в Российской Федерации коренные малочисленные народы Севера, я считаю, что это показательно, что это доказательно. Это говорит о том, что, ну, вот я представитель народов Севера Нивха Сахалинской области, у вас вот ненцы, и люди, которые уважительно относятся и активно работают в этом проекте «Слоуфуд» в России, я думаю, что это один из инструментов сохранения этноса в целом». Екатерина Алексеевна Нивхи – представитель народа, проживающего на Сахалине. Во всемирный каталог «Ковчег вкуса», который был издан в «Слоуфуд», вошли традиционные блюда этой народности, например, мос, изготовленный из ягод и нерпичьего жира. На мини-дегустации, которая прошла во время встречи, можно было попробовать морс из красники, невероятно вкусной мармелад и рыбу. Среди участников мероприятия много молодежи, ребята с удовольствием участвуют в диалоге. София Вылка пришла на встречу вместе с подругой. В планах зарегистрировать свое национальное блюдо. «Я пришла, чтобы узнать национальные блюда нации, вот эти вот все. И, в общем, меня позвали, потому что подруги на повара-кондитера учатся в ГПТУ. Позвали, чтобы посмотреть». Кстати, в каталоге есть национальные блюда ненцев, но представителей нашего региона в организации пока нет. «Слоуфуд» считает, что пища тесно взаимосвязана со многими аспектами жизни, включая культуру, политику, сельское хозяйство и окружающую среду. Если действовать сообща при выборе продуктов питания, можно повлиять на то, как выращиваются, производятся и распределяются пища, и в результате добиваться положительных глобальных изменений. «Возможно, кто-то сможет подать заявку в «Ковчег вкуса». Это международный каталог. Очень простая заявка подается, название продукта, возможно, на родном языке. Описание, что оно дает организму, органическое ли это, допустим, растение, чем оно ценно, может быть, оно связано как-то с историей, с традициями. И подается заявкой, потом она рассматривается. Я горжусь тем, что в международном каталоге «Ковчег вкуса» два продукта моего этноса – маленького, нивхи. Нивхов на Сахалине всего 4 тысячи. Еда – это не только топливо для организма, уверены последователи слоу-фуд. Удовольствие можно и нужно находить во всем в процессе готовки. Она может быть вполне медиативным процессом. В эстетике сервировки стола и подаваемых блюд, в общении с семьей и друзьями во время еды. Она способна рождать позитивные эмоции и чувствовать счастье и гармонию с окружающим миром. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Модернизация работы социальной карты в Ненецком округе позволит перевести на нее меры социальной поддержки, предусмотренные окружным законодательством. Подробнее расскажем далее. На заседании Постоянной парламентской комиссии по социальной политике руководитель Департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого округа Антон Лебедев представил информацию о модернизации работы социальной карты. Напомню, социальная карта – персонифицированная пластиковая карта с информацией о человеке. Банковского приложения у подобного носителя нет. Все социально нуждающиеся категории граждан при помощи нее получают различные меры поддержки. Например, бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте. Просто эта карта имеет возможность доказывать, что ты имеешь право на льготу. То, что там на ней есть деньги, это как бы, ну окей, это твои деньги. Но прикладывая ее, например, в транспорте, ты подтверждаешь, что имеешь льготу или бесплатный проезд. В настоящее время завершаются мероприятия по обеспечению возможности использования бесконтактных банковских карт МИР наравне с социальной картой. Гражданам лишь останется выбрать наиболее приемлемый вариант. Количество сервисов также планируется увеличить. Помимо этого, на заседании комиссии прозвучало предложение перевести некоторые меры социальной поддержки в беззаявительный характер. На территории округа таких около 170. Пока планируется, что это нововведение будет касаться только пенсионеров. Беззаявительный характер упростит жизнь не только жителям пожилого возраста, но и работникам социальной службы. Для того, чтобы не надо было регулярно подтверждать свое право на получение определенных льгот, вынесли данный вопрос и обратили внимание, что в первоочередном порядке необходимо рассмотреть единовременную компенсационную выплату гражданам пожилого возраста, как и пожилого человека. Также речь идет о региональных компенсационных выплатах пенсионерам. Их размер в настоящее время составляет 3500 и 3108 рублей в зависимости от трудового стажа. Помимо этого прорабатывается вопрос о возможности использования социальной карты как способ идентификации личности, например, для получения лекарств или посещения общественных бань. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.